Школа Чувашии, попавшая в рейтинг лучших в России, получит на развитие миллион рублей. Таких образовательных учреждений в республике 16. Денежное вознаграждение от главы Чувашии заслужил и Новочпоксарский лицея номер 18. Здесь учителем начальных классов работает Елена Павлова. Для второклассников школьный учитель – это еще и мама. Ее слушаются безоговорочно, ей верят, у нее просят совета. Елена Михайловна ведет уроки, ездит с ребятами на Олимпиады и конкурсы, выступает на концертах, поддерживает на спортивных состязаниях. В этом же лицее учатся и ее две дочери Аня и Настя. И надо сказать, учатся на отлично. Девочки, идите сюда. Идите сюда. Аккуратнее. Ты первый и делаешь. Давай, молодец. Давай, смотри. Трое детей, уютный дом, семейные традиции, совместный отдых. Это рецепт семейного счастья от Елены и Виталия. По выходным вся семья наконец-то собирается вместе. И это на самом деле праздник для Павловых. Папа Виталий Алексеевич работает руководителем проектов в строительной ферме и постоянно находится в командировках. Трудности воспитания дочерей ложатся на плечи Елены. Очень хорошая мама. Считаю, что идеальная мама. В этом доме девчачье царство. Вечные косички, бантики, заколки. Кукольный дом для младшей Лизы. Фортепиано для Ани и Насти. В семье Павловых подрастают будущие пианистки. Я учусь в восемнадцатом цели, в третьем классе. Увлекаюсь танцами. Хожу в музыкальную школу. Мы с мамой копим дипломы. Еще с садика. У меня есть две самые важные грамоты для меня. Первый и второй класс. В музыкальной школе я закончила с отличием. В музыкальной школе есть раздел сольфетчо. Я там тоже очень увлекаюсь. И участвую в разных олимпиадах. В конкурсе «Рояль озвученная душа». Я заняла тоже третье место. Это городской конкурс уже. Возможно, глядя на сестер, и Лиза станет музыкантом. Старшие сестры неразлучны. Вместе они ходят в музыкальную школу, танцевальную студию. У всех, кто танцует, у них появляются улыбки. А другие люди от них заряжаются энергией. Поэтому мне нравится ходить туда и дарить настроение другим людям. Вот и дома девочки устраивают внеплановые концерты, чтобы порадовать своих близких. Елена и Виталий с самого начала хотели, чтобы их дом был полон детского смеха. Есть, конечно, желание, чтобы было еще больше детей. Но там же не только детей родить. Надо же еще их воспитывать, чтобы они росли хорошо, чтобы ни в чем не нуждались. Ну, будет возможность у нас со временем. Конечно, мы не остановимся на троих детей. Будем думать. Но все зависит от того, как будет обстановка. Ну, не только в нашей семье, но еще в стране. Поддержка молодым семьям, поддержка многодетным семьям какая будет. Счастливая семья – это большой труд каждого. Любить надо друг друга. Я считаю, что надо понимать друг друга, уважать мнение. Я считаю, что надо всегда поддерживать друг друга. Детей надо рожать. Это вообще радость, во-первых. Поначалу боязно. Третий ребенок, четвертый. Где третий, там и четвертый. Мне кажется, все само получится. Дети друг другу помогают, поддерживают. Главное, чтобы в семье было спокойствие, чтобы ценили друг друга, любили все и уважали. Аня с Настей, они в погодке, они растут вместе. Когда меня спрашивают, тяжело быть многодетной мамой, я говорю, я не чувствую себя многодетной мамой. Они у меня как один ребенок почему-то. В музыкальную школу они ходят вместе. Может, это какой-то плюс, что не надо их водить. Потом ходят на танцы вдвоем. В одну же группу мы стараемся ходить. Настя как-то пытается догонять Аню. Аня поддерживает Настю. Теперь они мне помогают обе с Лизой. В больших семьях дети учатся помогать и поддерживать друг друга. Учатся ответственности за младших и берут пример со старших. Елена и Виталий верят, что девочки вырастут хорошими людьми и возьмут из родительской семьи во взрослую жизнь только самое лучшее. Доброту, искренность, взаимопонимание. Татьяна Трофимова, Арана Гавилян, Республика.